Площи под выросшивания капусты повыаличили селета у Могилевской области. А кроме белокачанной, на Могилевских полях представлена и червонокачанная. Популярность такой капусты опошним часом у насильниц Творосте. Что до бульбы, бураков и цыбули тут объемы совпадают с минулогодними. Усяго у сельгазорганизациях и фермерских господарках Могилевской области 40 тысяч тонн Городины. Для этих культур все перешние надворы сприяльны, кажется господарцы Кадзина Могилевского района. Могилев под кроплями даже у Городнина расте прямо на вачах. Ждем неплохой урожай моркови. Вот у нас середина июля и уже морковь достаточно большого размера. Я думаю, через недельку начнем реализовывать на внутреннюю сеть магазинов. Бульба, морква, цыбуля и бураки – винегрет с этой Городниной можно назвать традиционным каденским салатом. С годом в год у господарцы под Городнину отдают больше 100 гектаров земли. Сярод звычайной садовины Городнины есть и место для полевой экзотики. Редька черная, редька маргеланская. Также стараемся обеспечить ассортиментом магазины и различными капустными культурами, такими как цветная капуста, капуста брокколи. Чакканни урожаю тут не пустые. Землю заправили микро- и макроэлементами, забеспечили правильный узыход. А вось пали у гэтым годзе удела на сябе неабесная канцелярая. Вильга тиха пая и Городнина расте на вачах. На полевых работах заденечены полеводчие бригады и люди от центра занятостя. Как вам урожай? Очень хороший, в этом году вообще замечательный. Картошка совсем хорошая. А цюльпродукция так само отправляются у дитячие садки и лагеры, больницы в области и дамы со старелых. А у оптовую и гандлевую сетку Кадзина уже реализовала свыше 150 тонн Городнины. Городнина с Могилевских полев у Пашани и у мясцовых насельництва. Так, Олечка, мне качанок такой хорошенький, такой крепенький. На полиции крамы Кадзинская садовина Городнина трапляя практически сградок. Цану им кнутся трымать крыху ниже и конкурентов. Сергей Пеклин, Юлия Мычка, Александр Тарасов. Новины региона.